На пресс-конференции Вячеслав Горелов рассказал журналистам, что в конце 2017 года в его распоряжение попал проект документа, разработанный правительством Севастополя. Он касался внесения изменений в приказ номер 1864 Министерства культуры относительно достопримечательного места Херсонеста в Реческе, крепостей Чембала и Каламита. Изучение этого документа показало, что под флагом внесения изменений во имя исполнения ФЦП туда внесены 4 или 5 объектов, которые никакого отношения к ФЦП не имеют. Там были представлены ослабления требований в отношении этажности застройки территорий, которые имеют серьезное комическое значение для Севастополя. Более того, хочу заметить, что эти территории относились с одним из застройщиков. По словам Вячеслава Горелова, в адрес Министерства культуры России было направлено письмо с просьбой провести максимально тщательную экспертизу документа, который был подготовлен правительством Севастополя. Потому что возникло понимание того, что под флагом ФЦП, извините за такое выражение, протягивают интересы застройщиков. В Министерстве культуры нашим предупреждением вняли. И я очень благодарен директору департамента государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Цветнову, который отстоял позиции, представленные в первой редакции этого приказа Министерства культуры в 1864. По сути дела, несмотря на то давление, которое на него было оказано, документ сохранился почти в первоначальном виде, в том виде, в котором он был принят изначально. Депутат Вячеслав Горелов выразил опасение, что изменения, которые правительство города пыталось внести в приказ Минкульта, могли попасть в проект генерального плана. Он сообщил, что как только документ поступит в законодательное собрание, его будут тщательно изучать. Нужно будет проверять соответствие каждой строчки, каждого пункта, каждой позиции, каждой буквы и каждой цифры генерального плана на соответствие стратегии социально-экономического развития города Севастополя, которая была утверждена законом города Севастополя. Тем временем принятие генплана города и правил застройки и землепользования затягивается. Исполнение поручения Совета безопасности России об утверждении проекта генплана Севастополя до 10 декабря 2018 года уже сорвано правительством Севастополя, заявил Вячеслав Горелов. Проект документа должны были разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования чиновники Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя в первой декаде сентября. Это позволило бы сделать второй шаг – направить уведомления федеральным органам исполнительной власти, чтобы они провели экспертизу проекта генерального плана города. Но первая декада сентября закончилась, у нас заканчивается уже третья декада сентября. Это означает, что фактически исполнение протокольного поручения Совета безопасности об утверждении проекта генерального плана до 10 декабря уже сорвано. Проект генерального плана может быть утвержден не ранее, чем через три месяца со дня размещения его в Федеральной государственной информационной системе. В интервью нашему телеканалу Вячеслав Горелов сообщил, что Департамент архитектуры и градостроительства сделал всё возможное для того, чтобы генплан Севастополя был своевременно принят. По мнению депутата, вина за затягивание сроков лежит на должностных лицах, координирующих работу подразделений правительства города, и делается это не случайно. Принимать генеральный план спешки депутаты не будут. Особое внимание уделят тому, как правительство города выполнило пожелания севастопольцев. Мы будем очень внимательно изучать все функциональные зоны, мы будем изучать, учтены ли в проекте генерального плана замечания севастопольцев, которые они формировали в рамках публичных слушаний в мае минувшего года. Это будет очень серьезная работа. Убежден, что она займет не один день, не одну неделю и может быть не один месяц, а это тоже время. Подписываться по проекту генерального плана, риски которого мы до конца не понимаем, или в котором мы не утверждены, законодательное собрание не будет. Вячеслав Горелов направил письмо губернатору Дмитрию Овсяникову с просьбой предоставить информацию о мероприятиях, которые правительство Севастополя планирует выполнять в ближайшее время для утверждения генерального плана. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.